В 1984 году вы выпустили один из лучших, наверное, своих альбомов «Вези меня, извозчик». А 5 октября 1984 года посреди улицы вы были схвачены людьми в штатском и арестованы. В чем причина? Причина в песнях, только в песнях. И есть людишки сегодня, даже среди артистов, которые пытаются, значит, в силу какой-то личной неприязни, доказывают, что Новиков сел за спекуляцию, артисты с такими мужского пола, но с буратиними голосами, вот такие. Почему я так говорю уверенно? Потому что, когда меня арестовали, это было 5 октября 1984 года в 9 часов утра, меня сразу же привезли в управление, и передо мной положили документ, который был датирован 3 октября. И назывался этот документ так – экспертиза по песням Александра Новикова. Это было даже противозаконно, потому что проведение любых экспертиз до заведения уголовного дела запрещено. Сначала заводится уголовное дело, потом в рамках этого уголовного дела проводится экспертиза. Но они и здесь их лихорадило и не терпелось. И они поставили дату 3 октября. Арестован я был 5 октября. А что в экспертизе было? А экспертиза, значит, так. Там она называется, документ, это официальное его название – «Экспертиза по песням Александра Новикова». И, значит, там первая песня «Вези меня, извозчик», по ней оскорбительнейшая совершенно рецензия. Ну, написано все в таком оскорбительно-посквильном тоне. Вот. Следующая песня, по ней рецензия и так далее. Все 18 песен, по ним всем отдельные рецензии. И общее по всему творчеству. То есть заключение экспертизы по творчеству. Творчество в кавычках слово взято. Александра Новикова. Я сейчас не могу это процитировать все, потому что это достаточно большой такой документ. Но антисоветчина, да? Да, там нет. Там не только. Там, значит, я обвиняюсь, вот, так сказать, последовательно. В отдельных рецензиях и в общей тоже, значит, там будет так. Разжигание межнациональной розни, пропаганда аморализма, пошлости, насилия, пропаганда проституции, алкоголизма, наркомании. Ну, в общем, все, какие смертные грехи не указали, значит, в Библии, которых человечество не знало, они там указаны. И дословно цитирую фразу, заключительную фразу экспертизы. «Автор вышеупомянутых песен нуждается, если не в психиатрической, то в тюремной изоляции наверняка». Это цитата, точка. Вот этот документ подписали композитор Евгений Радыгин. Это композитор, который написал «Свердловский вальс», «Едут новоселы по земле целиной». В общем, песни-то неплохие. Композитор-то, в общем, не сказать, что совсем уж пропащий. Да, пропащий. Вот, писатель там, Вадим Очеретин. Ну, были такие писатели, которые о чем-то писали, даже были членами Союза писателей, но ничего, конечно, это не читалось, и ничего от них не осталось. Кошмар. Вот, потом какое-то, значит, партийное комсомольское мурло. Значит, Виктор Алюнин, комсомольский активист. Ну, еще кто-то. Сколько вам лет было тогда? Мне было 30 лет. Неполный 31 год. Неполный 31 год. Сердце сжалось, когда вы это прочитали? Ну, не сжалось. Мне стало так обидно и досадно. Я понимал, что это какое-то начало, потому что так, как следили за мной, это была плотная слежка. Так следят только, наверное, за шпионами, как за мной. Это постоянный хвост меняющейся машины. Я даже номера их все знал. То есть, за месяц до ареста за мной следили. И в Свердловске все было. И в Свердловске, и в Уфе. Даже когда я приезжал в Уфу, в Уфе за мной ездили машины, изо всех углов выглядывали и так далее. То есть, я эту слежку чувствовал и знал. И машины, они одни и те же номера практически. Они не скрывали особенно сильно. Они стояли у дверей. В подъезде дома, где мы жили, напротив квартира была, дверь в дверь у нас напротив. Там сделали засаду, поставили камеру и фотографировали всех людей, которые ко мне пришли. Понятно, что этим занималось не управление внутренних дел. Конечно. Этим занималось совершенно другое ведомство. Хотя официально они этого не признают. Но, когда меня привезли в первый день и положили передо мной этот документ, я его читаю, и мне дознаватель, капитан Ралдугин, он впоследствии стал полковником, был начальником управления БХСС области, а тогда он был начальник группы дознания, капитан. И он мне говорит, прочитай. Но это говорит не все, это, говорит, только малость. За это же, говорит, что, больше трех не получишь. Это статья 190, по-моему, была приема. Это антиобщественная деятельность. Они завели уголовное дело по антиобщественной деятельности. Я тоже понимал, что до трех лет им будет мало, потому что та слежка и то количество людей, которое было задействовано для того, чтобы меня обложить со всех сторон, не только меня, это всех моих друзей, весь круг. За ними в трамваях ездили, постоянный хвост. Знаете, вот представьте, человек садится в трамвай, рядом с ним человек, он выходит, идет за ним. Потом меняются. И так далее в кассе, в магазине, прямо за спиной. То есть слежка была настолько плотная и глупая, идиотская. И неприкрытая. А я, начитавшись и насмотревшись фильмов о советской разведке и так далее, то есть имел представление такое, что это нечто высокопрофессиональное, незаметное, какая-то сила, которая всегда побеждает, она следит и все. А тут следят настоящие идиоты. И я просто не думал, это было так глупо и топорно сделано, что это как будто было сделано специально на показ. Они не скрывали особенно. И, в общем, когда он мне сказал, этот Ралдугин, что это начало, и ты не думаешь, что тремя годами отделаешься, я-то про себя это тоже понимал. Думаю, почему начинается-то с этого? И что еще можно накопать? За мной никаких грехов нет. Ну, думаю, аппаратуру делал. Так я и не скрывал, что я делаю. Что тут особенного? Ну, я же ее не крал. Покупали мы все в магазинах, делали своими руками. Переделывали просто. Я это не считал, да. Нет, делали заново, паяли, все. Все делалось сначала, ничего не переделывалось. Это были собственные схемы. Они не копировались ни с какой фирменной аппаратурой. Это были собственные разработки людей, которые со мной работали. Увлеченные люди. Да, увлеченные люди. Это были высочайшего класса радиоспециалисты, специалисты в области, так сказать, радиотехники. Это выдающиеся были люди. И мы вот так собрались вместе, и мы делали эту аппаратуру высококачественную, которой в стране не было. И, в общем, в процессе разговора он так сказал, тут с тобой хочет один дядя поговорить, этот Ралдугин. Я, говорит, пожалуй... Выйду. Да, выйду. А вы тут побеседуйте. И вот пришел этот дядя, он в штатском был, такой приятный человек. Он, значит, посмотрел на меня и говорит, что-то так перебросили с несколькими словами, и вышел. Потом за мной пришли какие-то конвойные, значит, и перевели меня в другой кабинет. Он говорит, посиди тут, подожди. И вот я сижу, наверное, полчаса и сидел, ждал, думаю, ну что-то кто-то должен прийти. И опять приходит этот дядя. Ну, вот это уже его, видимо, кабинет, его ведомство. Я уже не знаю, когда. Но это, оказывается, был, да, комитет, комитетчик, комитет госбезопасности. Он у нас находится в Екатеринбурге. Прямо здания соприкасаются друг с другом. Чтобы проще было. Да, оттуда переводить можно сюда, по коридорам, через двор, вероятно, так. И он мне говорит, чай, хочешь чаю? Давай чаю выпьем. Я думаю, ну, сейчас будут располагать к себе для такой доверительной беседы. А вы же не глупы. Да. Я говорю, ну, давайте выпьем. Приносят, значит, чай с лимоном, как сейчас помню. Я так отхлебнул и жду, что будет дальше. И он мне говорит, мы с тобой вряд ли больше увидимся. Встреча, это была моя инициатива. Это я, говорит, инициатор этой встречи. Я просто хочу тебе несколько вещей сказать. И первое, он мне говорит, вот лично мне твои песни нравятся. Очень. И я в них ничего не вижу такого. Вот лично я, как, говорит, личность. Но. Так пальцем он показал. Больше тебе, говорит, скажу. Я, если хочешь, эту кассету, которую у вас изъяли, мастер-ленту, я ее изыму и сохраню. И когда ты выйдешь, я тебе ее отдам. И еще, говорит, получишь ты 10 лет. Я так винулся. Он говорит, да. Говорит, вопрос решенный. Поэтому мой тебе совет. Если ты даже будешь ползать на коленях, просить прощения, признаваться или не признаваться, умолять и пытаться что-то сделать, изменить ничего невозможно. Поэтому мой тебе совет. Держись достойно. Слушайте, какие люди были. Все. И вот с этого момента я понял, что выхода у меня нет. И дали 10. Да. Так и дали. Но просили 12, правда. Но это была игра. То есть суд был, конечно, карикатурный. Он абсолютно по способу исполнения напоминает суд над Ходорковским. А ничего же не изменилось. Да. Ничего не изменилось. То есть общественность понимает и принимает это по-своему. Есть заказ, есть задача. Есть люди, которые эту задачу исполняют. Суд шел 40 дней. Это каждый день в озере. Но я не буду, так сказать, описывать эти процедуры, хотя физиологически это достаточно трудно. Вы же понимаете, что такое 40 дней ездить там на суд или на допросы в управлении. В камере это подъем в 4 часа утра. Да? Подготовка. Да. Тебя спускают в бокс. Вот такой стакан 50 на 50 сантиметров. И ты там сидишь до 6 утра. В 6 утра там каши, значит, тебе кружку воды. Все. Опять сидишь. Приходит конвой. Выходят, выводят, раздеваешься до гола, 3 раза приседаешь, ложишься, рот открываешь, понимаешь, опять одеваешься, все. Воронок. Поехали. Приезжают, там тоже в стакан, сидишь. Потом допрос или там суд. Опять то же самое. Привозят в тюрьму. Опять в этот же стакан. Сидишь до 10 вечера, тебе приносят миску этой ухи какой-то там. И в камеру. В камеру и в 11 часов лег спать. В 3,5 подъем. Машина по унижению. Да. Машина по унижению. Страшное унижение. Это была тоже одна из задач. Конечно. Они этим как раз и занимались. Они меня прессовали. То есть, именно с той точки зрения, их точки зрения, что это могло каким-то образом подействовать. Заставить меня признаться. Я же ни в чем не признавался. То есть, я не признал ни вины своей, ни в чем не это самое. Поэтому был прессинг страшный. В карцер. Совершенно дикий, унизительный карцер, где мороз 30 суток я просидел. Там нет решетки. Вернее, не решетки. Окна, стекла нет. Там 5 решеток. А карцер метр 50 на метр 50. Даже вытянуться никак я не могу. И вот холодный воздух, 40 градусов на улице, температура. Он поступает, вот так катится по стене паром таким. И вот такой ледяной коркой застывший. Вся стена, вот эта под шубой, она застыла ледяной коркой. Туда телогрейку нельзя в карцер. Только рубашонка, это значит эти штаны короткие и валинки обрезанные под тапки. Чуни. Вот полтора дырка, из которой ночью вылезают крысы. Тоже греться, облепят тебя всего. Вот. И вот в этом кошмаре, значит, я дали 10 сначала, потом еще 10 добавили, потом еще 10 добавили. Так вот, когда я оттуда выходил, я встать не мог. Вот это, ну, я как скелет оттуда, грязный, вот весь обросший, там же не мыться, ничего. То есть, вы представляете, это на уровне какой-то скотины. То есть, вот когда читаешь про концлагеря немецкие, да, когда людей там забивали в эти теплушки, там, везли там сотнями километров без каких-то санитарных абсолютно норм и так далее. Вот это было то же самое. За что эту страну любить, вот ответьте. Я страну не, так сказать, идентифицирую родину с системой. То есть, вот родина – это географическая территория, это люди. А вот государственное устройство, сама система, я ее ненавижу, вот эту систему, которая была там. А к сегодняшней, отношусь презрительно, да. Она принимает какие-то мимикрирующие формы, но разноуродливые. То есть, в том времени они были по-своему уродливы, в сегодняшнем времени они по-своему уродливы. И за что ее любить, вот систему, ее не за что любить. Она ничего хорошего для собственного народа. Она бесчеловечная просто. Абсолютно. Я не про себя даже говорю. Вот я живу еще по отношению к общему, так сказать, уровню жития населения России, живу неплохо. То есть, мне вроде бы и попечалится, но ведь не этим определяется, понимаете, не количеством денег в карманах богатых людей, а количеством как раз бедных, вот уровень-то определяется отношения власти к народу. Сколько лет вы отсидели из десяти? Шесть. Вы шли по амнистии? Нет. Меня освободили так же неожиданно, как посадили. Причем об освобождении, о своем я узнал из газеты «Комсомольская правда». Я сидел в лагере. Где вы сидели, кстати? Ивдель. Это город Ивдель, станция Першина, север Свердловской области. И вот я сижу, днем это был обеденный перерыв на бревне. Это лагерь? В лагере, да, значит, на бирже пиломатериалов, где он работал. Вот сидим, курим там. И вдруг, смотрю, бежит замполит, майор Филаретов, и в руке у него газета. И он бежит так, значит, быстро идет и говорит, Новиков, ты еще ничего не знаешь, что ли? Я думаю, ну все, опять в карцере. Я много в карцере сидел, да, или что-то там, ты еще ничего не знаешь? Я говорю, нет, еще не знаю, а что, опять что-то стряслось? Я думаю, ну в лагере что может? Либо что-то спалилось, либо, значит, греф какой-то, как по лагерному говоря. Либо какая-то ситуация там возникла. Ну в лагере свои там проблемы и свое государство, свои внутренние печали, радости и так далее. Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, тебя же освободили. И мне газету так подает. И я вот беру эту газету, а на первой странице написано, вот такая маленькая, вот такая заметочка, вот такусенькая все написано. Указом Верховного Совета Российской Федерации или РСФСР, по-моему, даже РСФСР, освободить от дальнейшего отбытия наказания Новикова Александра Васильевича. Без указания причин. То есть вот освободите все. Я не писал ни помилований никаких, кроме жалоб. Жалобы я писал издевательские. Это классика. У меня даже несколько этих жалоб осталось. Я их все отсканировал. Прокурор был Трубников, помню, генеральному прокурору писал. Или замом генерального прокурора. Трубин, наверное. Трубин, Трубин, да, зам генерального прокурора. Так я в конце писал, значит, я знаю, что уже не читают эти жалобы. И последние 3-4 строчки мы писали издевательские, что вся эта жалоба чистая херня, потому что все это никто все равно читать не будет. И так далее, и так далее. Вот последние строчки. И все это действительно никто не читал. Приходили дежурные отказа. Да, у него, значит, он говорит, я читаю. И вот абсолютно никакой реакции. Вот ощущение мне не было. Никакого ощущения. Вот считаю, как будто не обо мне. И я ему говорю, шутя сразу же. Даже вот внутри ничего не екнуло. Вот как будто так все и должно быть. Я говорю, ну тогда я пошел. Он говорит, э, нет. Должен наручный с документами приехать. Я говорю, а где же он едет-то? Он говорит, ну это, говорит, недельку, наверное, придется подождать. Ну, думаю, недельку чего. А в лагере же слух проходит за 5 минут. 5 минут, и весь лагерь уже знавит. Комсомольская правда. Да, Новика освободили, понимаешь. Все, уже все понимают. Шунгам, все. Значит, перестройка пошла. И вот это было для лагеря сигналом к началу перестройки. Потому что начальник, замначальника был Дюжев, такой отвратительное существо. Он говорил так, что перестройка, дословно цитирую. Он как-то вызвал меня и говорит, ты на перестройку не надейся. Перестройка это для дураков. Мы тут так далеко находимся, что пока она сюда катится, она на полдороги закончится. Потрясающе. И вы напрасно, говорит, ждете ее тут, радуетесь, костюмчики шьете себе, ботиночки начищаете. Вы будете все сидеть, как сидели. А перестройка закончится, вы еще встретитесь в этом лагере с главными перестройщиками. Вот. Отношение было заместителя начальника колонии, что те, кто эту перестройку затеял, вы еще здесь встретитесь, вы, может быть, вместе в одной бригаде еще работать будете. Вот так. И, в общем, говоря, я вот эти... Ждал я 20 дней. 21 день. На 21 день. Вернее, на 20 день. Но я это не знал, я узнал позже. Значит, приехала программа «Взгляд». Они узнали, что... Прямо туда? Да. Что я освобождаюсь. И хотели снять мой выход из лагеря. Класс. Приехало много журналистов, там какие-то общественные деятели. Они приехали встречать, пришли в штаб, а им говорят, а он вчера уехал. А меня вдруг в этот день, ни с того ни с сего, иду, значит, мне говорят, Новиков, зайди в штаб. Я захожу в штаб, меня, значит, дежурного вызвали, давай в изолятор. И меня в изолятор закрыли. Я говорю, да я свободный уже человек. Нет, ты еще не свободный, документов нет. То, что комсомольская правда, это для нас не документ, это для туалета. И меня в изолятор закрывают на целый день, чтобы я никуда не мог не передать никому. Я не знал, почему меня закрыли в изолятор. Понять не мог. А оказывается, вот приехали взглядовцы, приехали журналисты, приехали общественные деятели встречать и снимать. Не дождались вас? Да. Они им сказали, что он же вчера уехал. И они, огорчившись, раз, ну, вчера уехал. Его вчера, говорит, выпустили. Они собрались все и уехали. И вот когда они уехали, утром меня на следующий день, прибегает дежурный, говорит, Новиков, срочно бегом, с вещами совсем, все, на выход. И успел только попрощаться, вот так сказать, со своими мужиками, с которыми срок этот пришел. Мастер-кассету сохранил этот парень из КГБ? Нет, мы с ним больше не встречались никогда, но она у нас была вторая, понимаете, она есть. Вы были в авторитете? Как к вам относились? Ой, нет, зона была красная. Она была красная. И с одной стороны, да, ко мне относились совершенно по-особенному. Но, когда меня туда везли, уже указание было дано откуда-то очень высоко сверху, о том, что идет Новиков, и значит, и так далее, и так далее. То есть, персона повышенного, так сказать, риска внимания, и так далее. И в зоне провели обыск перед моим прибытием. Изъяли все гитары, все магнитофоны, провели обыск в батальоне охраны у солдат, изъяли все магнитофоны и гитары, все изъяли, все. Знаете, у солдат и у зэков. И вот я прибыл в этот лагерь. Естественно, за мной был глаз да глаз. Ну и, значит, у меня возникли такие личные неприязненные отношения сразу с достаточно главными фигурами этого лагеря. Они были негодяи и подлецы, некоторых из них убили. Офицеры? Нет, 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 это заключенные. Это бригадир нашей бригады был. Это были твари, конечно, из тварей. Лагерь был страшный. Лагерь был поножовщина, голод жуткий. Вот, чтобы было понятно... Голод? Голод, да. Каждый день кто-нибудь или умирали, или кончали жизнь самоубийством и так далее. В лагере 2600 человек. 800 человек было, в общем-то, опущенных. 300 человек – это уже такие петухи, и там остальные, то есть он и не петух, и не мужик. Вот такой, значит. И вот это мое впечатление. В этом лагере осталась такая тяжелая такая картина. Это столовая, лагерная. И зима, а зимы там холодные были, до 55 градусов мороз. Никаких актированных дней нет. Никаких актированных. Выходит Дюжев этот, говорит, никаких не 55. У меня на градуснике 30. И поэтому, так сказать, вы живете по моему градуснику, а не по вашему. И всех на работу. Вот замерзали просто. Ну и, в общем, короче говоря, такая картина. Утром собирается за этой столовой человек, наверное, сотня там, да, иногда там больше этих вот опущенных. Они драные, грязные, избитые, в синяках, все и так далее. Будут выливать помои. И вот помои эти выплескивают на снег за столовой. И вот эта вся толпа, она кидается, ест этот снег с этими помоями, чтобы просто вот выжить, борьба за жизнь. Вот в такой лагерь я попал. Вот. Работать меня, конечно, поставили на самое тяжелое место, на котором больше трех месяцев никто не выдерживал. Я на нем простоял год. Лесосплав? Нет, это летом лесосплав. Но это не так тяжело. Это кровяные мозоли вот такие. У меня руки так не сгибались. Я уже думал, что гитару никогда в жизни в руки не возьму. Вот такая кровяная подушка. А зимой эта разделка леса, я стоял на срывке дров. Это такое достаточно унизительное место. Я бы мог, конечно, жить с этими псевдоблотными, так сказать, в дружбе. Но я просто увидел, как они относятся к мужикам простым, какие-то твари и все. Они меня к себе подтягивали, так сказать. И я тихонечко, так сказать, на вытянутую руку. Но это в лагере обида. Раз мы такие... Мы тебе руку протянули. Мы тебе руку протянули. А ты руку свою дать не хочешь. И все. И меня начали плющить вместе с администрацией. Они работали в плотном. Администрация и бригадиры, все эти старшаки и так далее. Это были, конечно, все одно целое. То есть они проводили полностью политику администрации в лагере. И первые два года в лагере, конечно, я находился под страшным прессом. Все вокруг разбежались. Начались какие-то провокации. Там тебя кинут, чем-то там бросят. И мне приходилось, конечно, отбиваться. То есть я вот такой нетрусливый человек, но отчаянный. И вот какая-то злость прямо ко мне копилась. Я еще, когда в тюрьме сидел, вот в этих крысах в этом карцере, я думал не о том, как достойно отсюда выйти, а как достойно умереть. Да, умереть достойно даже. Не то, что там выжить. Я уже попрощался с тем, что я знал, что... Надеялся, что выживу. Но понимал, что это будет трудно. И думал, что дальше-то еще хуже будет. Причем это все время нагнетали. Это говорили каждый день. Да подожди, завтра не сегодня тебя потащат по коридору вперед ногами. И так далее. Как достойно умереть не по-собачьи. То есть вот... И потом в лагере вот в состоянии уже ожесточения кого-то было. Да, приходилось мне бить и топором кого-то рубить и ножом резать. Да, опором рубили? Да. Ножом резали? Да. Насмерть? Ну, не буду говорить напрасным. Но приходилось. В лагере, знаете, все равны. Там нет профессора, нет академии. Парень я нехилый, да? Парень я нехилый. Да, приходилось. Это были дураки. Понимаете, это были такие побоище. Там либо ты, либо тебя. Это были такие ситуации, да. Но я работал после этих дров, значит, работал на сучка рубом. Там, это вот по ленте идут, идет лес. И нужно, пока он проходит мимо, обрубить все сучки. Сук рубили. Сучки вот эти, да, они идут. Это такой длинный топор, сучка руб, натученный как бритва. Их у тебя два. Пока один точат, значит, вторым сучки рубишь. Это быстро. Оно что идет? Надо вот хлоп, 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 хлоп. Так вот, я за время, пока работал, наловчился топором махать так, что на спор вот ставили спичку. Спичку ставят. Я вот так с размаху топором срубал только головку.